Всем привет! Вы только посмотрите, что у меня распускается. Все эти орхидеи мы вместе с вами воспитывали. Одну реанимировали на переднем плане, которая сейчас вы видите ее. Это орхидея Дикий Кот, которую мне отдала в городе Орха знакомая со словами Ради Бога, заберите! Она мне измотала все нервы. Орхидея была мной восстановлена. У нее было нарощено большое количество корней с нуля. Пролечен стволик. И сейчас эта орхидея вот в таком виде. Это уже второе, по-моему, да? Да, второй. Вот зимний был цветоносик. Вот он. Я вам показывала. А это второе домашнее цветение. Ну, Дикий Кот летнего цветения, конечно же, немножко имеет скудный темный оттенок. Больше белого, нежели темного. Сейчас я вам поднесу эту орхидею к моему старому Дикому Коту. Мы вместе с вами посмотрим разницу в этих орхидеюшках. Хотя сорт один. Но это орхидея Азиат. Она была, орхознакомый, куплена во мхе. А тот, который сейчас я вам покажу, мой доморощенный, огромный Дикий Кот. Он от европейских садовников европейской селекции. Ну, вот, посмотрите, остаточное цветение кота, моего, вот этого монстра, воплоти, вот в таком горшке. Ведро. Горшок-ведро. Вот, опять из цветоноса, кстати. Я в шоке. Я в шоке от этого кота. И давайте смотреть разницу. Ой, как же мне вам показывать-то сложно. Ну, вот, вот как-то так. По-другому я не смогу разместить орхидею, потому что что-нибудь наделаю. Он только распустился. Кстати, у него вот скорее, знаете, такой, пока не белое основание лепестков, у него вот такой зеленовато, бело-зеленоватый оливковый лепесток. И на нем вот эти многочисленные крапинки, но не слитые. И, конечно, в зимнем цветении он намного эффектнее, этот именно образец. А вот летнее немножко светлое. Но, я вам могу сказать, это достижение. Это достижение и очень хорошая методика по восстановлению растения, по лечению орхидеи со стволовой гнилью без корней. И когда эту орхидею увидела бывшая хозяйка, ну, конечно, она сказала, такого не может быть, как вы смогли с этим все-таки справиться. Ну, постаралась, очень старалась. Вот, наращивание корней производилось в закрытой системе, где послойное расположение кора-мох-кора-мох сработали на благополучное наращивание корневой системы этим образцом, этой орхидейкой. Вот, видите. И потом мы вместе с вами собрали всю воздушную корневую систему, которая гуляла в воздухе в верхнем уровне стволика. И мы вместе с вами вот так закрутили, закрутили в горшочек. А какой же это горшочек размером-то? 1,6 что ли? Подождите, давайте-ка посмотрим. Я посмотрела, горшок 2 литра. Вот, смотрите, листики. Обновление листиков произошло, потому что леченый стволик и растение переродилось заново. Наращивание корней достигло очень высокого уровня. Вот, корни очень хорошие. И потом, как только я пересадила этот образец вот в этот горшок, люблю призматический горшок, потому что его любят корни орхидеи. Это замечено мной на десятках орхидей, посаженных именно в такие призматические горшочки. Вот, видите, они такие неровные. Автополив. Очень ей понравилось, я вам могу сказать. И орхидея уже после пересадки второй раз зацвела. Она просто кайфует. Цветет пока на 3 цветочка, пока растение находится в маленьком состоянии. Для кота это маленький размер. Давайте я вам на уровне руки покажу. Ну что, будем ждать, конечно, подращивания основной зеленой части этим экземплярочком. И потом, я думаю, что он обязательно зацветет мощно, красиво. Чтобы орхидея мощно, объемно зацвела, применять составы стимулирующие. И, знаете, таки вот, сейчас польем минералами, тем присыпем, тем покапаем его, и наши орхидеи будут очень объемно цвести. Нет, не будут. Орхидея, чтобы она объемно зацвела, многоцветковая, она должна достигнуть первое, определенного возраста, размера. У нее должно быть соответствие корней и листьев. Затем, орхидея должна содержаться в нормальных, рекомендованных условиях, для того, чтобы орхидея получала просто максимально возможное количество света. При этом, именно орхидеи фаленопсисы способны формировать хорошие, многоцветковые цветоносы, свет, температура, особенно в период начала цветения, орхидеи, все-таки должны содержаться зимой, в ночное время, в более прохладных режимах, а днем температура должна быть на 5-6 градусов повыше. То есть, вот такая разница между ночными и дневными температурами. Повлиять все-таки на многоцветковость растений, какими-то примочками, но вы знаете, если бы это было так, я бы вам об этом сказала. У меня много растений и большие-большие наблюдения, которые дают мне основания пояснять вам именно то, что я имею на своих растениях. Понимаете? Так, и сейчас я вам покажу следующую орхидейку. А следующая орхидейка вот такая. Девчонки, я в шоке! Эту орхидею мне прислала Анна Гусева с канала Анна Гусева Орхиц. Помните, когда она мне с камелией присылала три орхидеюшки спасенки? Она мне прислала еще и вот эту орхидеюшку Биг Лип в маленьком размере 1,7. Ну и вот спустя уже сколько времени получается? Наверное, чуть-чуть, ну сколько, два года, что ли, прошло с тех пор. Я уже точно и не помню. Эта орхидея в результате того, что прошло время, она в естественных условиях выросла без каких-либо отягощений со стороны там каких-то ненужных гормональных составов, ну которые в теплицах используют. Это не секрет, это известный факт. Вот я ее дорастила в естественных условиях. Конечно, помогала в нужное время вот разными составами. Особенно люблю по малышам работать органическими составами, которые позволяют очень-очень деликатно стимулировать растения к росту. И вот, пожалуйста, вам какой красивый Big Lip в первом домашнем цветении орхидеи от Анны Гусевой. Я в начале, когда он распустился, вчера бегала вокруг него, думаю, так, надо показать, надо показать. Потом думаю, нет, я подожду, когда он распустится полностью. А потом думаю, нет, ну какой распустится полностью? У меня же вот этот отсветет, с которым я его перепутала. Вы посмотрите, какие две класснючие орхидеи. Мой дед, вот он, я его так зову, бородатый дед. Фаленопсис, очень красивый, у него название Космос, мы вместе с вами определили это название, я вам его сказала, показала, девчонка мне прислала, и я сразу же его отыскала в поисковике, увидела, что да, действительно, это он, подписала его, сейчас уже отцветает, ой, как он долго цивиол, я вообще не ожидала такого, значит, все хорошо, все у нее хорошо, замечательно у этой орхидеи. И когда распустился вот этот, я думаю, боже, это что, неужели это дубль? А, нет, совсем не дубль. Давайте еще раз покажу. О, смотрите. Правда, тут уже отцветают, устаревают, видите, цветочки, но возможность сравнить есть, вот только поэтому я стала сегодня снимать для вас видео, чтобы вы хотя бы с остатком цветения вот этого дедули сравнили цветение орхидеи от Анны Гусевой. Цветет сейчас пока он, конечно, в ту силу, в которую может свести. Здесь тоже орхидея подращивалась совершенно в естественных условиях, равно как и котик мой, без каких-либо углублений в необоснованные подкормки. Вот, посмотрите, какая красота! Кстати, вместе с вами дважды пересаживали этот экземплярчик на наращивание корневой системы. Один раз я посадила эту орхидею в мелкую миксовку компонентов грунта, состоящих из мелкой коры. На дне большой слои цифлоры был, кокосовое волокно. Туда, по-моему, я добавляла мох какое-то количество, потому что эта орхидея была изначально во мхе в размере 1,7 маленький стаканчик. Пересаживая растение кора мох именно от азиатских садовников, я получаю хорошие результаты. мне очень нравится эта миксовка. Орхидеи великолепно растут в пустую кору после мха. Я орхидейки маленькие особенно никогда не пересаживаю. Потому что можно потерять корни в результате того, что вы меняете влагоемкий компонент мох на невлагоемкую кору. Вот такая у меня сегодня история по реанимации орхидеи. Дикий кот от орхознакомой из города от орхидеи, которая была малюсенькая малюсенькая и наконец-то вот она сейчас показала нам с вами свое восхитительное личико. Ну что, камера опять предательски высветляет этот цветочек. Занижайте, конечно же, оттенок где-нибудь на два тонны. Она более плотная, она бархатистая, она имеет бордово-фиолетовый оттенок, черноты немножко присутствует. Знаете, вот камера у меня всегда заливает эти цвета и получается как бы однотонность нет. На этой орхидеи однотонности нет. Сейчас я попробую включить подсветку вам. О! Ну, все равно светло, но хотя бы бархатистость вы увидите. какие-то такие прожилочки, такие, знаете, дорожки, ленточки на цветочке этой орхидеи. Вот, видите, какая она красивая, перламутровая, сахаристая, блестящая красота. Ой, боже мой, боже мой, бутоны в разные стороны. Самый первый бутон отвернул вообще от цветоноса основного, видите. Второй, знаете, почему? Там у меня получается так, что вот этот бутон формировался к окну, сюда вот, к краю стеллажа, а вот этот бутон смотрел на лампу. И вот они вот так вот друг от друга отвернулись, рассорились, но ничего страшного. В этом цветении так, надеюсь, в следующем цветении мы посмотрим на него более грамотном размещении его прелестных цветочков. вот такой вот беглипушка от Анны. Она мне написала, Ирин, я вам хочу еще беглип выслать. Вот, ну и прислала. Вот такой классный, классный. Вот, кстати, поэтому беглипу у меня нет ощущения бородатого старичка. Вот, поэтому какая-то, знаете, такая девица. Девица очень красивая, элегантная девица. Ну, вот так. Видите, теперь у меня есть два беглипа, немножко похожих в цветении друг на друга. Один дедоля бородатый, а второй вот такая пышная, бархатистая девица. Вот. После второй домашней пересадки, ох, как же он резко пошел в рост и по корням. Сейчас я вам покажу. У него тоже была очень показательная верхняя воздушная корневая система. В грунте много корней было, очень-очень. Вот эти воздушные корни верхние я поставила в грунт обязательно после пересадки этой орхидеи. Вот, видите, сейчас она уже корешочками достигла стенок горшка. Хорошо, что я подсветку включила. Сейчас я покручу вам горшок. Вот, видите, вот растет, цветет и растет одновременно корневая у него развивается. видите, какие корешочки. То есть, все, он прекрасно откликнулся. Самое верное, что я сделала в отношении этого биглипа, когда он ко мне от Анны приехал, это то, что я дала ему возможность очень-очень хорошо адаптироваться. Я его не пересаживала вообще полгода. Я отращивала ему во мхе в маленьком стаканчике 1,7 корневую систему. Я дорастила корневую систему до очень восхитительного объемного состояния. И только потом я уже пересадила эту орхидею в закрытую систему. Мелкая такая компонентная была взвесь, посадка. Я вам сказала в какую. И все. Он тоже просто восхитительно стал развиваться. Ну и когда уже он распустил все воздушные корни вокруг, залез в соседние горшки, я все-таки достала его со стеллажа и мы вместе с вами пересаживали этот экземплярчик в двойной горшок. Ему понравилось. Так как он очень хорошо в закрытой системе рос, я поняла, что эта орхидея совсем не отрицает длительное время такой достаточно влагоемкий грунт и влажность внутри посадки. Но при этом что я делаю? Этот у меня фаленопсис он у меня от полива до полива подсыхает. Не пересыхает, нет, подсыхает. У него вот даже вода вот сюда вот уходит и потом этой воды вообще не остается во внешнем горшочке. Только потом я его поливаю. Ну вот, во время начала цветения я вам рассказала об этих орхидеях много чего полезного. На своем канале я стараюсь снимать видео предельно полезные или максимально полезные. Чтобы у вас с каждым разом складывалась более очевидная картина по выращиванию орхидей, возможные способы, возможные варианты восстановления. Думаю, что это достаточно полезно. Ну и, конечно, показательно, потому что примеры восстановления есть. Они очень-очень хорошие. Растения получаются качественные. Ну и потом прекрасно растущие и цветущие. Ну а нам с этой красотой мелкой, но цветущей осталось вам пожелать всего доброго, здоровья, благополучия, всем самого-самого наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok